Всем привет! Сегодняшнее видео будет о пустых баночках, так как нам с мужем предстоит генеральная уборка перед праздниками и не хочется весь этот кламм забирать с собой в Новый Год, поэтому давайте приступим. Первое, что мне удалось использовать, это вот такой шампунь от марки Nivea серии Volume Sensation. Он должен придавать объем, но ничего такого он не делает. Во всяком случае у меня. И просто хорошо вымывал волосы и не слишком быстро они становились жирными, поэтому периодически покупаю. Нравится, также люблю шампуни и также кондиционеры от L'Oreal LSF. Покупаю периодически то сиреневую, то розовую версию. И единственное, что они делают, как по мне, это просто помогают мне расчесать длинные волосы и это все, не утяжеляют их. Поэтому плюс, возвращаюсь к ним снова и снова. Также закончился у меня вот такой вот гель для душа от польской марки Nivea. У меня была серия с шелком. Он не слишком кремовый, но и не слишком такой жидкий. То есть хорошо, его можно просто использовать до конца, но в то же время он как бы не растекается у нас между пальцами и хорошо держится на губке, поэтому надолго, очень надолго их хватает. Мне помогал вот это допользовать муж, но он не увлажняет. Хотя написано, что должен. Ну, не сильно, кстати, сушил также кожу. Использую сейчас очень много продуктов для увлажнения тела, потому что этот зуд, этот растущий животик, ну вы все понимаете. В общем, использовала два продукта от марки Palmers. Один из них предназначен для девушек беременных, против растяжек. Он с витамином Е, с коллагеном, эластином и с маслом Ши. Довольно-таки неплохой состав. Конечно, он не мега натуральный, но уже на втором месте экстракт какао, потом глицерин. Также масло какао, масло Ши. Ну, в общем, кокосовое масло. Мне очень понравился этот продукт, если бы не одно но. Мне нравится запах. Такой вот сладкий, ненавязчивый, как пудинг ванильный. Ванильный шоколадный даже скорее. Очень быстро впитывается, хорошо увлажняет. Все просто обалденно. Единственное но. Но после того, как остается вот столько продукта в упаковке, помпа не помогает его как бы достать. Поэтому мне приходилось его как-то переворачивать, как-то пальцем прям вот выгребать его оттуда. Но допользовала до конца, потому что вообще ничего не вижу. И запах у меня как-то теперь будет ассоциироваться именно с этим периодом прекрасным в моей жизни. Пока растяжек у меня нет, я нахожусь на шестом месяце беременности. Посмотрим, что будет дальше. Но во всяком случае помогало мне так же справляться с зудом. Также использовала обычный их бальзам. Пармерс. Он также с витамином Е увлажняет для сухой кожи. Неплохой. Также запах приятный. Ванильный. И ванильно-шоколадный. И та же проблема. Чтобы допользовать весь продукт до конца, мне приходилось снимать вот эту вот штуку. Пальцем выгребать. В общем, вот эта вот упаковка, и одна, и вторая, ну меня просто убивают. Из-за этого я их как бы не люблю, но зато как действуют на мою кожу, обожаю. Следующее, что у меня закончилось, это антиперспирант от марки «Езжая». У меня серия «Кета Анти». Очень неплохой запах. Такой нежный, совсем ненавязчивый. Практически не чувствуется. У меня нет каких-то проблем с плотноотделением. Надолго его хватает. В общем, я была довольна. Сейчас купила себе какой-то другой. Но задумываюсь о том, чтобы приобрести его снова. Также закончилась у меня глинка «Куассоль Рассоль» от польской марки «Органик». Не обязательно это должна быть эта марка. Глина эта действует на кожу просто замечательно. Кожа такая свежая, отдохнувшая. К сожалению, этот аппет не держится дольше, чем там полдня, скажем так, или несколько часов. Но, тем не менее, все какие-то посты окна становятся светлее намного. Мне нравится, как она даже стягивает поры, эта масочка. В общем, я делаю маски из этой глины. И я точно ее куплю себе снова. Я уже много раз о ней рассказывала. Закончился у меня вот такой вот крем для умывания. Это не польская марка. От марки «Балеа». Очень мне нравилась эта штука. И я ее не смывала макияж, а умывалась просто утром, чтобы смыть все то, что я нанесла вечером. Я люблю так делать. И вот этот продукт очень нежный. Он не сушит кожу. И одновременно чувствуется, что она чистая. Но нет такого эффекта, как бы скрипа. И нет никакой стянутости. В общем, люблю. К сожалению, у нас эта марка недоступна. Что-то, что мне очень нравилось. И, к сожалению, этих продуктов уже нет на рынке. Марка «Деклэр» вообще их сняла с производства. И не только я жалею об этом. Потому что это была серия «Скинатура». Это самое классное серум, которое у меня когда-либо было. Из их серии «Реструкчер» и «Лифт». В общем, мне кажется, что это единственное серум, которое давало результаты вот сразу. И также у меня была маска «Энерги маск». Слушайте, кожа после нее была такой мягкой. И вот чем дольше я ее держала на лице, тем лучше был эффект. И вот это вот серум мне нравится. Мне даже кажется, что у меня вот носогубные складки стали все-таки как-то благодаря кислотам и вот этому серум стали менее заметными. Или же мне просто так кажется. Возможно, я поправилась и что-то изменилось. Не знаю. Но, в общем, это серум отлично впитывалось. И оно было на основе только натуральных компонентов и сока алоэ. Поэтому сейчас стараюсь выбирать именно такие продукты для лица. Потому что я знаю, что они хорошо действуют на мою кожу. В общем, жалко, что их сняли с производства. Также у меня закончилось кокосовое масло. Это органическое кокосовое масло, которое пахнет как баунти. Но это натуральный запах. И, насколько я понимаю, это нерафинированное кокосовое масло. Девочки, кто знает. Потому что сейчас купила другое. И оно вообще не имеет никакого запаха. И меня это как-то смущает. Не знаю. Я его использовала и в кухне, и снимаю им макияж. Важный момент. Потому что многие из вас также начали экспериментировать со снятием макияжа именно при помощи кокосового масла. Как делала это я? Я на два ватных диска наносилась немножко кокосового масла и смывала макияж глаз. Дальше брала совсем чуть-чуть кокосового масла и начинала массировать всю кожу хорошенько. Потом брала такую тряпочку микрофибру. Вы все можете ее купить. Она там для пыли, для, не знаю, окон. Продается в обычных хозяйственных магазинах. Мочила ее теплой водой. Прикладывала тряпочку к лицу. Все это дело смывала. То есть как бы протирала осторожно кожу. Потом тряпочку еще раз мочила теплой водой. И опять прикладывала. И вот так вот смывала чистыми участками вот этой вот тряпочки. Пока я не увидела, что на ней вообще ничего не остается. То есть это для меня значит, что кожа уже чистая. То есть я смыла всю косметику. И после этого я протираю кожу либо же тоником, либо же каким-нибудь лосьоном. Это очень важно. Кокосовое масло не забивает поры. Кто-то говорит, что забивает. Я, честно говоря, не хочу экспериментировать. Поэтому так делаю. И я очень довольна. Мало того, я использую это кокосовое масло также в кухне. Жарю разные блинчики, сырники. И это кокосовое масло придает такой очень нежный аромат. Но мне кажется, что даже слаще становятся блинчики благодаря ему. В общем, я люблю и купила снова. И сейчас у меня заканчивается еще одна упаковка. И буду покупать это точно. Также подошел к концу вот такой вот гель для душа от марки Balea. Если у вас он есть, я вам очень рекомендую. Потому что это дешевый продукт, который не сушит кожу. Но одновременно хорошо ее моет. В общем, я была довольна. Когда мы были в Хорватии, я, наверное, куплю себе несколько штук. Что-то, что я даже не думала, что я куплю. Мне этот продукт попался... Я что-то купила, и мне его дали то ли в подарок, то ли за какую-то смешную цену вообще. Это Carmex. И это второй Carmex, который я купила в своей жизни. Первый был в таком тюбике. И он имел такую жидкую консистенцию. Он имел очень неприятный вкус. Он разливался, растекался как-то вот за пределы губ. В общем, мне ужасно не нравился. И насколько же я была удивлена, что мне нравится именно вот эта вот версия. Я ее использовала до конца. И купила классическую такую вот баночку круглую. Он отлично увлажняет губы. Придает такой, знаете... Придает холодок такой губам. И вот мне не нравится этот эффект на улице. Дома я им пользуюсь постоянно. Создает такой какой-то защитный барьер, что ли, на губах. В общем, мне очень нравится. И тогда, когда у меня один раз обветрились губы очень сильно, я забыла вообще их чем-либо намазать. И провела с ребенком два часа на улице. Я пришла, помазала губы вот этим вот бальзамчиком. И все прошло. Следующее, что я использовала, это серум от марки Dermedic. И если у вас есть эта польская марка, обязательно попробуйте их серум с гиалуроновой кислотой. Это самое увлажняющее серум, которое я когда-либо пробовала. Мне кажется, что на лето вообще можно его использовать вместо какого-нибудь крема. У него очень такая интересная консистенция была. Она не густая, не жидкая. Но, в общем, настолько приятно было ощущать его на коже. И он имеет такой очень легкий запах, вот именно кремовый. В общем, я обязательно куплю этот продукт снова, потому что это что-то невероятное. И на лето, мне кажется, это вообще must have. Следующее, что мне удалось использовать, это вот такой вот крем от марки Isana, который можно купить в Адсенсе или здесь, в Росмане. У меня именно эта кратненькая версия. Он отлично увлажняет руки. И не создает такого эффекта пленки. Нет никакой липкости. В общем, за это я его люблю. Я, наверное, уже штук 5 таких использовала. Она долго хватает. Здесь аж 100 мл стоит 2 доллара. И на весь осенний-зимний сезон не хватает вот такой вот упаковки. Я думаю, что куплю ее снова. Также допользовала вот такой вот крем под глаза от марки Isana с козьим молоком. Девчонки, когда у меня сейчас настолько сухая кожа, я наносила его либо же один раз и потом через полчаса еще раз, если я, допустим, не красилась. Но в основном я его использовала потом на шею, потому что он не дает мне такого, знаете, питания. А сейчас моя кожа в этом просто нуждается. И если вот на лето, неплохо было бы еще на день, во всяком случае. Я на ночь люблю, вы знаете, наложить такой конкретный слой хорошего питательного крема под глаза. Такого даже масляного. Вот это вот слабенький продукт. То есть он совсем обычный. Если у вас нет такой проблемы, как у меня, потому что я себя так чувствую. Вроде как, знаете, у меня после пластической операции кто-то мне сделал лифтинг. И у меня просто такое чувство стянутости, что у меня просто начинают болеть глаза. Поэтому благодаря кокосовому маслу сейчас немножко лучше. Но, тем не менее, я даже иногда просто чистое масло с шею наношу под глаза, чтобы как-то помочь коже справиться с этим зимним сезоном. Вот этот вот крем, он самый обычный, но не могу сказать, что плохой. Просто у меня сейчас такая проблема. Также использовала свое масло от HIP. Обожаю его, уже не буду вас мучить. Но я думаю, что я... Я не думаю, я уверена, что я куплю его снова. Также подошел к концу у меня тоник от марки Clinique. У меня двоечка. Это версия для сухой нормальной кожи. Хочу вам сказать, кто-то из блогеров говорил, что он очень сушит кожу. Ничего подобного. Он хорошо отшелушивает кожу. При том, что у меня сухая кожа раз в день я его использовала. Очень мне нравился мятный такой эффект. Освежающий на коже. Больше я его все-таки, наверное, любила летом. Сейчас просто я уже боюсь что-либо делать с кожей своей. Поэтому пока я его не буду покупать. Но он очень хороший, достойный. Даже, девочки, у кого комбинированная кожа и жирная, я советую начать с вот этого тоника. Потому что он не высушит вам кожу. Поэтому любила его. И думаю, что когда-то к нему вернусь. То есть дошли к концу у меня две туши. Они лежали-лежали. В общем, когда-то сделаю такое видео отдельное вообще о тушах. Один из них мой любимчик. Обожаю тушу Твариаль. У меня серия Volume Million Lashes. И также, уже много говорила о вот этой туши, все знают, силиконовая кисточка. А вот это вот я вообще хочу сказать, что многие не дооценивают марку Evelyn. Кому как больше нравится, здесь чаще говорят Evelyn. Итак, это туши серии Volume Celebrities. Это одна из моих любимых тушей. У нее также силиконовая кисточка. Выглядит она таким образом. Единственное, что она начинает осыпаться буквально через месяц после того, как вы ее вскроете. Но она дает такой классный эффект на ресницах. Они настолько подкручены. И этот эффект удерживается. То есть они как бы не опадают, скажем так. Тушь не осыпается. Она и не слишком кремовая, но и не слишком жидкая. В общем, я ее люблю. Использовала уже очень много упаковок. Я буду возвращаться к ней снова и снова. Что-то, что мне не подошло, не понравилось. И вам не рекомендую выбрасывать. Потому что это какие-то копеечные там продукты. Но как-то они не справляются со своим заданием. Первая из них это вот такая вот база под тенью от Эльф. Мне она не понравилась из-за своей консистенции. Она дает какой-то очень некрасивый оттенок веку. Причем это должен быть такой продукт, который выравнивает нам цвет века. Но он делает все еще хуже. В общем, мне не нравится. Хотя тень она держит. Выбрасываю, вам не советую. Также купила вот такой вот гель для бровей от Catrice. Извините, что он такого цвета. Дело в том, что я им прокрашиваю брови после того, как нанесу карандаш. Я не могу сказать, что он хорошо фиксирует. По-моему, он вообще не делает ничего. В общем, я использовала полупаковочки. И если я могу как-то сэкономить время утром при нанесении макияжа, то я вообще не вижу смысла использовать такой бесполезный продукт. Также, при том, при всем, что я довольно-таки люблю марку Balea, мне не понравился вот этот вот бальзам для губ. Он был с миндалем. Неприятный запах. Вообще никакого увлажнения, никакой защиты. Поэтому я не вижу смысла тратиться. И также что-то, что вы можете увидеть всегда практически в аэропорту. Вот такие вот блески. Девочки, у них нет ничего хорошего, кроме парафина. И вообще, здесь склад какой-то просто ужасный. Я даже не знаю, что можно вам тут хорошего сказать. Единственное, запах. Я раньше ими пользовалась, и мне казалось, что они что-то делают. Но такие нет. И у меня много версий, потому что я купила большую упаковку. И это одна из них, которая мне вот недавно попалась под руки. В общем, не нравится. Ага, и еще одно, что не показала вам, это вот такая вот штука для... Это спрей для волос. То есть такой кондиционер, который не надо смывать от марки Ossie. Если у вас он представлен. Девочки, я уже пробовала все версии практически. Они обалденные, потому что волосы становятся такими гладкими. И вот эти вот вещи помогают в самом деле расчесывать волосы. И они как-то более блестящие. Я уже не говорю ничего о запахе, который мне очень сильно нравится. В общем, обожаю. И я вообще люблю все от марки Ossie. Мне кажется, что это одни из тех продуктов, которые в самом деле делают то, что написано на упаковке. И на этом у меня все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok